В конце августа 2021 года в американском издании The Atlantic вышла статья, в которой журналистка отдела технологий Кэтлин Тиффани рассказала об одной теории, которая впервые получила известность в начале 2021 года. Она гласит, что настоящий интернет давно перестал быть таким, каким мы его знали. И произошло это в 2016-2017 годах, а сейчас в нем практически нет живых пользователей, только боты и нейросети. Конечно, на первый взгляд это звучит весьма абсурдно. Одни алгоритмы создают весь контент в интернете, другие алгоритмы его распространяют. Реальных пользователей здесь от силы несколько тысяч, а все остальное контролируют предположительно гигантские корпорации, правительство США или может даже кто-то еще. Кому от этого пользы и зачем тратить на такой ресурс? Несмотря на то, что начало этой теории было положено на зарубежных форумах, это не отменяет того, что в последние годы у многих возникает какое-то общее ощущение, что с интернетом что-то не так и мы что-то утратили. Это чувствуют многие. Так в чем заключается загадка мертвого интернета? Именно об этом сегодняшнее видео. Если хочешь узнать, зачем что-то делается, вначале поинтересуйся, кому это выгодно. Так кому же может быть полезна ситуация, если большую часть контента в сети делают нейросети, или искусственный интеллект? Давайте зададимся вопросом. Если предположить, что это выгодно, например, корпорациям? Люди не будут задавать лишних вопросов, отвлеченные обсуждениями и спорами с ботами, если речь идет о диалогах в сети. Журналисты The Atlantic соглашаются, что несмотря на некоторые довольно абсурдные пункты этой гипотезы, в теории мертвого интернета есть рациональное зерно. Она бы не получила такое широкое распространение, если бы здесь не было реальных фактов. Главный из них – интернет действительно с каждым годом все больше заполняется ботами. Несмотря на то, что сегодня нейросети вполне могут автоматически генерировать активность в интернете, вытесняя реальных пользователей, есть сферы деятельности, которых человека пока сложно заменить. Например, сфера разработки программного обеспечения на языке Java. А готовят специалистов в этой области на образовательной платформе Skillbox. И неудивительно, ведь Java-разработчики крайне востребованы на рынке труда. Java – один из самых популярных языков программирования в мире. На нем создают приложения для банков и стриминговых сервисов. Разрабатывают интернет-магазины, игры и облачные решения. Курс подойдет как начинающим IT-специалистам, так и тем, кто просто хочет освоить новую профессию на удаленке без опыта. Из этого мини-курса вы узнаете, почему Java – один из самых востребованных языков, какие необходимы навыки для трудоустройства. Познакомитесь с кодом Java и даже сделайте Java-приложение по инструкции. По итогу вы самостоятельно сможете запустить Telegram-бота на Java. Напишите программу обработки файлов, разберетесь в принципе работы анонимных онлайн-чатов и поймете, как сделать первый шаг к карьере в IT. В качестве бонусов вы получите доступ к платформе для изучения английского языка на год, 5 полезных материалов, чек-листы и статьи, которые помогут вам глубже разобраться в профессии. Сертификат на скидку 10 тысяч рублей, а также персональную карьерную консультацию, на которой эксперт поможет определить ваши сильные стороны и получить тестовый доступ к подходящей профессии. Чтобы узнать подробную информацию о программе курса и воспользоваться скидкой, переходите по ссылке в описании или сканируйте QR-код на экране. В 2016 году аналитическая компания Impervo подсчитала, что на интернет-ботов приходится большая часть интернет-трафика — 52% против 48%. Особенно это заметно по мобильному трафику и по количеству фродо в рекламе. И ботов постепенно становится больше. А в New York Times рассказывали о событии внутри YouTube в 2013, которое команда компании назвала «инверсией». Внутренний отсчет показал, что около половины трафика на сайте составляют боты, которые маскируются под человека и накручивают просмотры. Процент был настолько большой, что появилась реальная возможность того, что машинные алгоритмы YouTube начнут воспринимать ботов как реальных людей, а людей станут банить как ботов. А теперь давайте задумаемся еще об одном не менее важном аспекте. Что еще помогает скрывать подобное положение вещей? А то, что людей на Земле гораздо меньше, чем принято считать. Подобные рассуждения о том, что интернет действительно заполонили боты и посты от них, стали появляться в 2022 году повсеместно. Нередко на мысли о том, что в этой теории есть доля истины, наталкивают идентичные отзывы какому-либо товару или контенту или очень похожий комментарий от подозрительных аккаунтов. Эти комментарии выглядят как теория мертвого интернета в реальности. Об этом жаловался в соцсети X бывший Twitter-пользователь с ником Grimis, обративший внимание на множество одинаковых комментариев под популярным постом о футболке с необычным принтом. Считается, что теория мертвого интернета зародилась в глубинах анонимных форумов 4Chan и WizardChan. В январе 2021 года все версии собрал в единое целое завсегдатай этих площадок сотрудник логистической компании из Калифорнии с ником Illuminati Pirate, отсылающим к другой не менее интересной теории. Свои доводы он вынес на суд общественности в нишевом форуме Agora Road Macintosh Cafe. Вот что он писал. Интернет кажется пустым и лишенным человеческого присутствия. По сравнению с интернетом, скажем, 2007 года и позднее, сегодняшний интернет стерилен. Кроме того, он утверждал, что многие люди, с которыми он постоянно общался в интернете, со временем бесследно исчезали из сети. Подводя итог, Illuminati Pirate пришел к неутешительным выводам. В интернете большая часть контента, якобы созданного человеком, на самом деле производится искусственным интеллектом, а контроль над сетью захвачен немногочисленной группой влиятельных людей. Правительство США с помощью искусственного интеллекта занимается психологическим манипулированием всем населением планеты, уточнил автор. Ну что же тут сказать, он недалек от истины. Единственный вопрос, который все-таки требует точной детализации, это вопрос процентного соотношения ботов и реальных людей. Не можем мы с вами оставить и без внимания интереснейший комментарий журналиста Тони Хо Трана. Он пишет, пока алгоритмы становятся все более проработанными, онлайн-мир превращается в контролируемое единое целое, работающее ради прихоти кучки корпораций, и не более того. То, что мы видим онлайн, зачастую является результатом действия таргетированного искусственного интеллекта и алгоритмов, которые в итоге все сильнее и сильнее отдаляют пользователя от естественного опыта в интернете. Что сейчас происходит с рекламой в интернете? А вы замечали, что если рядом со своим мобильным телефоном или другим устройством вы о чем-то говорите, то вам через какое-то время попадается реклама того, о чем шла речь в разговоре. Со временем эта теория обрела сторонников и среди обычных пользователей, которые считают, что глобальная сеть пока еще не превратилась окончательно в обитель бездушных алгоритмов и притворяющихся людьми ботов, однако неумолимо движется к этому. Об этом еще в 2018 году рассуждал американский журналист Макс Ретт. «Насколько интернет фальшивый? Оказывается, это на самом деле достаточно большая его часть», — гласил заголовок его статьи в New York Magazine. Именно этот материал позже в качестве довода использовал в своем посте популяризатор теории Illuminati Pirate. Еще один примечательный факт, с которым, скорее всего, сталкивался практически каждый из вас. Макс Ретт упомянул о том, что поиронизировал над тем, что сам постоянно вынужден проходить на сайтах капчу, чтобы доказать, что не является роботом. В заключении журналист подчеркнул, если все вышеописанные проблемы не будут исправлены, человечество окажется в интернете, состоящем из фейковых людей, фейковых кликов, фейковых сайтов и фейковых компьютеров. Что еще более интересно, значимости теории мертвого интернета, вероятно, сам того не задумывая, уже в 2022 году, добавил и американский предприниматель Илон Маск. Бизнесмен, задумавший купить Twitter, ныне X, объявил, что сделка не будет завершена, пока он не получит доказательства того, что доля спам-аккаунтов на платформе не превышает 5%, как было заявлено компанией. По его оценке, ботов в сети было порядка 20%. Решение Маска спровоцировало судебное разбирательство с Twitter. Позднее компания Saabra по заказу Маска провела исследование и сделала вывод, что спам аккаунтами и ботами было около 11% пользователей Twitter. А специалист по кибербезопасности Дэн Вудс, работавший в ЦРУ и ФБР и изучающий активность ботов, и вовсе заявил, что фейковых профилей в Twitter было более 80%. И закономерный вопрос. А где же все люди? Эта теория, конечно, заслуживает более тщательного изучения и расследования. Но давайте поговорим несколько о другом. А что если интернет полностью и резко пропадет во всем мире, пусть и на некоторое время? Кто-нибудь пытался хотя бы примерно оценить риски, с которыми будет сопряжено это глобальное событие? Итак, давайте попробуем разобраться, что же произойдет в мире, если глобальный интернет в одночасье исчезнет повсюду. Для многих обывателей лишиться интернета на несколько часов или сутки – это некритичная, но заметная неприятность. С помощью интернета мы общаемся с друзьями и родственниками, получаем важную информацию, оплачиваем услуги и товары. В глобальных масштабах интернет – куда более ценная инфраструктура, на которой плотно завязана современная экономика, торговля и финансы. Что же будет, если во всем мире одновременно отключится интернет и возможно ли это? В 2008 году в 12 сезоне американского мультсериала «Южный парк» вышла серия «Конец соединения», посвященная утрате интернета. Когда одним утром главные персонажи проснулись, а доступ в сеть исчез. В этот момент их жизнь кардинально меняется. Как мы знаем, друзья, сильные миры сего любят показывать в фильмах, мультсериалах свои планы на ближайшие годы. Например, в «Симпсонах» также предсказали 11 сентября. В общем, вы понимаете, что все это – предиктивное программирование возможного будущего. Так возможно ли одновременное отключение интернета по всему миру? И что нас ожидает в этом случае? Сразу следует оговориться, что отрубить интернет весь и сразу по всему миру титаническая задача из разряда фантастики. Разве что мощная геомагнитная буря из-за вспышки на Солнце способна сотворить такое. Или искусственный электромагнитный импульс, использование которого входит в обязательную стратегию нападения при современных войнах. Начнем с малого. С местных аварий на критической инфраструктуре. В 1975 году в здании телефонной станции New York Telephone Company произошел пожар, который нарушил обслуживание 175 тысяч клиентов в 300 кварталах Манхэттена. В числе пострадавших клиентов оказались три больницы, три полицейских участка, два университета и штаб-квартира крупной компании. Огнем были уничтожены 488 кабелей. Вплоть до самого верхнего этажа все остальное коммуникационное оборудование было повреждено дымом и коррозией. Поврежденные контакты и миллионы отдельных проводков зачищали и сращивали вручную. Над устранением последствий трудились 5000 человек. Восстановить работу телефонной станции в прежнем режиме удалось лишь за 23 дня. В ходе опроса жителей района после восстановления телефонной станции выяснилось, что 80% из них крайне не хватало телефона, особенно для связи с друзьями и семьей. Они чувствовали себя изолированными. Современные центры обработки данных оборудованы многочисленными уровнями защиты критических помещений с серверами и дополнительными источниками энергии на случай отключения основного. Но аварии на них случаются регулярно. Например, в марте 2018 года в дата-центре авиаперевозчика КЛМ отключилась подача электроэнергии, а мощности резервных дизель-генераторных установок не хватило для корректной работы всего оборудования. Часть серверов отключилась, несколько десятков рейсов пришлось отменять или переносить. В апреле того же года фондовая биржа Nordic Nasdaq остановила торги в Северной Европе на сутки, так как в дата-центре произошел несанкционированный запуск газовой системы пожаротушения. Дата-центр в аварийном режиме был обесточен. А в июне конфуз случился в дата-центре международной платежной системы Visa в Великобритании. Редкий дефект в коммутаторе стал причиной остановки миллионов транзакций по кредитным картам по всей стране в течение 10 часов. В январе 2020 года куда более масштабные проблемы произошли из-за обрыва ключевых подводных кабелей, которые соединяли часть Южной Африки с мировым интернетом. У побережья Габона и Конго оборвались два кабеля, что привело к проблемам с доступом в интернет для четырех стран и 120 миллионов человек. Конечно, в полной изоляции они не остались, спутниковое соединение смогло обеспечить работу самых важных потребителей интернета. Двумя годами ранее аналогичная авария привела к тому, что без интернета на два дня осталась Мавритания. Даже небольшой и, казалось бы, незначительный перебой может привести к серьезным убыткам и нарушению в работе многих экономических сфер. Но куда более масштабное отключение интернета случается после нажатия большой красной кнопки. В 2011 году, во время событий арабской весны, египетские власти полностью перекрыли интернет гражданам. Все крупнейшие провайдеры страны одномоментно перестали поддерживать протокол динамической маршрутизации, перестали работать местные сайты, исчез домашний и мобильный доступ в интернет. Это был удар как по гражданскому обществу, так и по бизнесам, связанным с интернет-коммуникациями. А их сейчас очень много. В России, например, опасаются, что организация, которая заведует корневыми серверами ДНС и связана с США, может однажды стать инструментом политического давления и отключить Россию от сети. Корневые серверы ДНС помогают транслировать доменные имена в IP-адреса, тем самым обеспечивая работу интернета и наш удобный серфинг по ресурсам. Куда более серьезные нарушения в работе сети могут вызвать геомагнитные события, то есть необычная активность на Солнце, выбросы и последующие геомагнитные бури. В 1859 году на Земле была зарегистрирована самая мощная геомагнитная буря за всю историю наблюдений. Событие получило название солнечный супершторм. На рубеже августа и сентября на Солнце наблюдали многочисленные пятна и вспышки, а в сентябре произошел мощнейший корональный выброс массы. Всего за 18 часов он достиг Земли, на которой началась крупнейшая геомагнитная буря. Люди по всему миру наблюдали в небе северные сияния, а на поверхности случился отказ телеграфных систем викторианского интернета той поры. Ученые, основываясь на срезах льда из Антарктиды, полагают, что столь масштабные события с индексом геомагнитной активности случаются раз в 500 лет. По некоторым оценкам, этот индекс опустился ниже 1500 с минусом, а чем более отрицательный показатель, тем хуже. В современной истории с таким мы пока не сталкивались. Хотя в 1989 году что-то подобное происходило. Тогда основные масштабные сбои произошли в энергосистеме канадского Квебека. Они ощущались по всему миру при высокочастотной радиосвязи. Но следует обратить внимание на новое исследование под названием солнечной супербуре планирования интернет-апокалипсиса. Оно показывает, что сбои могут быть катастрофическими, особенно для подводных кабелей, лежащих в основе глобального интернета. Исследование команды ученых, которая возглавляется специалистом по сетевым коммуникациям Абду Джиотти, указывает на дополнительный нюанс. Проблема в том, что даже при возобновлении подачи электроэнергии в течение нескольких часов, массовые отключения интернета сохранятся на очень долгий период. В некоторых местах интернета не будет месяцы и, возможно, годы. Первым делом Абду Джиотти и ее авторский коллектив предлагают, конечно же, хорошие новости. В случае экстремального отключения интернета местная и региональная интернет-инфраструктура будет подвергаться низкому риску повреждения, поскольку оптическое волокно не подвержено влиянию геомагнитных токов. Также при построении локальных сетей кабель регулярно заземляется. Однако длинные подводные кабели, которые соединяют континенты, может ждать катастрофа. В результате солнечная буря, которая повредит эти кабели по всему миру, может вызвать массовую потерю связи, отключив страны от источника интернета, хотя и оставив при этом местную инфраструктуру нетронутой. Это все равно, что перекрыть поток в многоквартирный дом из-за прорыва водопровода. Что действительно заставляет задуматься, так это то, что с последними событиями мы увидели, насколько неподготовленным был мир. Тем более, есть еще один фактор, который часто упускается из виду. Это ослабление защиты Земли от солнечных бурь, то есть слабость либо изменчивость магнитосферы. А это означает, что даже умеренная солнечная буря может быть проблематичной. Подводные интернет-кабели потенциально подвержены повреждениям от солнечной бури по нескольким причинам. Чтобы передавать данные через океаны в целости и сохранности, кабели оснащены ретрансляторами с интервалом примерно от 50 до 150 километров в зависимости от кабеля. Эти устройства усиливают оптический сигнал, следя за тем, чтобы ничего не потерялось при передаче данных. В то время как оптоволоконный кабель напрямую не подвержен разрушению из-за геомагнитно-индуцированных токов, внутренние электронные устройства ретрансляторов уязвимы и при большом количестве отказов ретрансляторов весь подводный кабель выйдет из строя. Что же будет происходить, если повсеместно отключится интернет, мы с вами примерно можем предположить. Обширные регионы будут лишены электричества, так как поставщики не смогут получать информацию от датчиков в электросетях и домах и толком управлять снабжением в районах. Аналогичные проблемы можно ожидать и отвода канализационных систем, которые значительно поумнели. Финансовые центры прекратят операции, заказы будут остановлены, оплата не пройдет, контракты зависнут в воздухе. Огромное число дальнобойщиков окажутся без средств навигации, магазины без связи с поставщиками. Логистику может ждать серьезнейший сбой в цепочке поставок и сложных логистических системах, разрыв связей по всему миру. Банкоматы и банки перестанут выдавать наличность, так как не смогут связаться с процессинговыми центрами и потеряют доступ к собственным базам данных. Платежные терминалы перестанут работать с картами. Все это приведет к росту безработицы, проблемам с доступом к деньгам, со снабжением и распределением продуктов питания, массовой миграции. В любом случае, в краткосрочной перспективе, любая резкая потеря интернета по всему миру приведет к шоку, как социальному, так и экономическому. И выход из него будет зависеть от того, как быстро мир сможет перестроиться на другие системы связи. Друзья, а как вы думаете? Об этом напишите в своем комментарии под видео. Также поставьте пальцы вверх, если видео вам понравилось и натолкнуло на определенные мысли, и поделитесь им со своими единомышленниками. Не лишним будет и подписаться на канал, если вы еще этого не сделали. Всем пока!